и всем привет друзья с вами снова фламинго и сегодня мы продолжаем проходить kingdom come deliverance это уже 13 часть прошлой части мы как вы можете увидеть по интерьеру попали в храм проникли в храм для того чтобы найти по заданию бандитов в того самого святошу которого нужно будет они просили точнее убить но мы естественно убивать я его не планирую убивать я хотел вывести потому что пан рацик кобыла попросил вывести его живым ой блин точно я понял почему я забыл мне же говорили что-то там делать о по плану по какому-то молитвы не молитвы еще что-то так это не то вот выяснить кто из посторонника святоши если нам надо будет его убить но мы его выведем постараемся потом мы будет забрать у него кость не забыть потому что чтобы внедриться вот в эти к этим бандитам они просили добыть у него кость игральную мы это и сделаем собственно я надеюсь он нам отдаст ее конце вот поначалу мы познакомились с антонием кажется с братом антонием это новый послушник который мне показался вообще не примечательным ну то есть он как бы мне казалось что он не является этим святошей потому что он во первых единственный кто нам помог момент когда там было было вот это посвящение надо было петь на латыни он подсказывал стоял потому что мы сами типа не знали как правильно вот так это не то дорогая драка не то не то вот это мы уберем сейчас это поставим и тоже берем вообще непонятно почему она висит до сих пор вот этот квест хотя там вроде все уже по сути на и марка автофон а у лица отомсти за своих родителей попробую знать у вербовщиков тех кто из-за чеканной чеканкой фальшивок но мы это и делаем принципе и вот то шоу бей святошину я не буду убивать у меня есть еще какой-то этот документ у вереха ключи какие-то из-за кузне вот очень хотел три утра начало дня 4 утра за утрение 6 утра совместный трапез а восклицательными знаками поменьше на то где должен быть обязательно так понимаю до 8 метра работа в трапезной назначенные братом не власом 12 дня работы в библиотеке назначаемые братом библиотекарем 4 дня дневная молитва 6 вечер не обязательно мне в принципе все это не надо я так понимаю только самое важное вечере свободное время перед сном 9 вечера отдых и отход ко сну до славится иисус христос отец деметрий настоятель короче в 4 утра мне надо за утрение не защитит такое это молитва что ли утренние типа 8 утра работа в трапезной 4 8 12 работа библиотеки и 16 дневная молитва получается так а я нарешаю распорядок да а че мне вот делать монах а я слишком долго спал я понял давай еще подождем чуть-чуть до 4 мне как раз 4 же надо это сделать что-то уже спустился нет я все равно нарушаю распорядок дня 4 не пойму вообще никак да мне идти ты да мне молиться артирчик а вот встал поговори со мной брат сразу за фрицака с матушем узнаем а не он не знает понятно я хочу спросить что ты мне говоришь о новом Что я могу сказать? Ты здесь, чтобы демонстрировать твою доверенность к Богу и жить монастическое жизнь. После года, ты можешь сделать твои волосы, чтобы вы пришли к бедным монахам, братам, то есть. Но ты знаешь их сам. Йодок странный, но ревностный, усердный, возможно, иногда чересчур. Ты же хороший товарищ, но слишком много в нем мирского. Антони, прилежный работник, всегда готов помочь намолиться, ему следовало бы... Больше. Лукаш тихий, как мышь, о нем никто ничего не знает. И ты, о тебе я тоже ничего не знаю. Справедливо. Ладно, понял, у него нечего узнавать, где молиться, крин поймешь. Они вот тоже, они как бы не спят. Иди в косо, на молитву. О. Здесь? Здесь, походу. Походу, это здесь. Или нет? Нет, вниз. Ладно, мы тоже пойдем, чтобы не бегать. Попробуем основные не пропускать, чтобы у нас не шпохнули за пропуски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... у меня просто стоять что-ли надо? я думал он что-то это нажать что-ли надо будет Четыре послушника, а чё-то я только троих вижу, я же пятый вроде бы или нет, или я четвёртый, ну ладно, не суть. А можно как-то скипнуть это всё? Я вот не хочу, например. Я хочу вот здесь только быть и всё. А, во, всё отлично. Можно скипнуть. Один ушёл. У меня сейчас с сытостью пойдёт до нуля вообще, наверное, если я так стоять здесь буду. О, всё. Нарушайте распорядок дня. Поешь вместе со всеми. А куда? А, вон туда. Я просрал, походу, еду. Пик, извиняюсь. Опа! Понеслась. Уставщик. Уставщики ещё в капюшонах, да, я так понял, ходят? Я тебе надурочка, мастер? Он видит тебя на церемонии. Не, это было сложно не заметить тебя. И ты... Лукас. Лукас. Также новичка. Не волнуйся. Но я не хочу поговорить с тобой. Я счастливый, самостоятельно. Красивый какой. Остальное не важно. Может, начать рассказывать им то, что я кого-то ищу? О, извиняюсь. Я... Я хочу остаться фокусом на работе и молитвах. Не на кто я раньше был. Я никогда не буду снова. Что произошло, не важно для нас. Мы раздавали прошлое, когда мы ходили через монастырь. И взяли нашу овощу. Не забывай о том. Есть что-то, что я должен рассказать тебе. Что-то секретное. Я смотрю кого-то здесь, в монастыре. Ты смотрю кого-то? Но ты не новичка, не ли? Я новичка. Я новичка. На самом деле, я не знаю. Я не знаю. Почему бы ты не любишься между монастырами? Вы знаете, права не права здесь. В церкви мы не имеем права. В церкви мы имеем права. Права, права в церкви. Я смотрю на футболе, который находится в монастыре. Он имеет права в расти в нойхоффе. Он занимает много жизней. Он занимается много жизней. Я слышал что-то. Но почему ты рассказываешь мне это? Потому что ты можешь помочь мне. Это должен быть один из других новичков. Это... не может быть. Ты рассказал прайору? Что ты будешь делать с этим человеком, когда ты его найдешь? Поговори с ним. Потом я увидел. У тебя есть идея, какой из этих новичков может быть импостер, который я смотрю? Я не знаю. И я не волнуюсь, что я знаю. Я надеюсь, что ты никогда не говоришь. Теперь я не смогу спокойно спать поначалу. Теперь я не смогу спокойно спать поначалу. Ладно, не важно. Ну, сытость сотка сразу, да? Я типа поел. Поел. Кстати, я могу поговорить. Меня зовут Грегор. Я новичка. Ты можешь назвать меня Сискин. Ты здесь у вашей свободы или это преступление? Ты говоришь о преступлении? Ты говоришь о преступлении? Ты увидишь скоро. Скоро скоро. Скоро скоро. otte 상щまだ ничего. Ты führt во время землетворения? Почему ты так ревняк не Jake? Зачастливого emergenа, что цbusет себя! Не скрывая thin химисом. Я surveys остался, чтобы они меня сражались их о премии. Я лисому прел... И действительно, потому что Мне нравиться вопросом. Не пусть я полагаю его дно gonna be a day? И этот пинг спорючок ты будешь чувствaso егоWhere and the Freed? Я был весен и у меня было все. Но потом мой дед Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не совсем я понимаю Да-да-да Я оставлю вас в доме Не волнуйся Я не буду следить И, пожалуйста, Грегор, не забывай... Хорошо, хорошо А, вот его не было, я же говорю Да-да-да-да-да-да-да-да Я не буду следить Я не буду следить Я не буду следить Лукаш С Лукашем сложно Никто о нем ничего толком не знает Я пытался с ним поговорить, но он так и норовит ускользнуть, как девица в первую брачную ночь Пока Лукаш самый этот Самый подозрительный Антоний Йодок С Йодоком мы еще... А, подожди Блин Я Йодок, старший из послушников Надеюсь, тебе понравится монастырей, и ты не попадешь в неприятности Да, я тоже надеюсь Ты молодой Ты поможешь нарушить правила ордена Тебе стоит познакомиться со старшим монахом Никогда не знаешь, когда это пригодится Угу Задачи обновились Надо посмотреть, что там нового Обычный сын земной недели, старший монах У меня есть ничего в моем прошлом, настоящем, будущем, что он мог бы казаться любопытом Почему ты присоединился в монастыре? Потому что это лучше, чем жить в поведении Как милый сын, я не обязательный Верить от моего отца Но он был умный, чтобы продать какие-то катастрофы И отправить меня сюда Знаешь что? Я счастлив, что здесь Это лучше, чем мукать от меня Я интересен в других новицей Я интересен в Лукас Никто не знает много о Лукас Он держит себя для себя Он что-то скрывает Он что-то скрывает У тебя есть листья для того, чтобы спать его что-то? Очень много И тоже нет Никого не наказывают просто так Я понял Он вечно улыбчивый, дружелюбный Но, по моему разумению, в монастыре ему не место Слишком много грезит о мерзком Вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями Я удивлялся, что он уже не бросил Если он не бросил мне Он бы бросил его право По-моему, что ты не имеешь много времени для него Я не верю в него, как бы я бросил его Верите мне, Грегор Он скрывает что-то от нас Верите Теперь я думаю, что это Я не видел его в ночной прессе в течение времени Я не видел его в ночной прессе в течение времени Ты знаешь что-то о Антоне? Только, что он пришел в монастыре волонтарно Потому что он не делал его, чтобы он был в этом плохом шоке Он сказал мне, это все нормально На него можно положиться Он не стал бы предавать наше доверие Он всегда счастлив, чтобы помочь Это больше, чем можно сказать для других брендов Что можешь мне сказать, сестра? Ну, он был... Я спрашиваю... Я спрашиваю... Я спрашиваю его уже Слушайте, есть что-то, что я должен сказать тебе Есть опасный криминал, который hiding в монастыре И я пришел сюда, чтобы посмотреть его Ха! Я знал! Он враг! А ты-то вообще кто догонит Где ты? Это лучше, чтобы не спросить, да? Это всегда безопасно не спросить Не важно Кто это? Это Сискин! Он думал, что он был в монастыре И теперь он делает perfect sense Он был криминал, fleeing justice Вы имеете в виду, что он не будет Он был в монастыре 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 Вы думаете так? Он действительно действует как криминал Кто еще бы он был? Это то, что я пытаюсь узнать Что ты будешь делать с этого парня, когда ты его найдешь? Это не твоя область Но это не он точно Давай Антонио признаемся Ну-ка сначала посмотрим, что он думает там о других Ладно, хватит йодок О-о-о-о Польский тип педант Будет доносить на тебя старшим А, так он доносит на чижа просто Поэтому его и шпилят Но он ему просто не нравится сам Понятно, Лук Я интересен в Лукасе Никто не знает много о нем Он не говорит с никого Он работает, ест, спит Тогда все это будет в следующем Это, если бы он хотел сделать это все так быстро Скоро как можно Это я имею в виду его всю жизнь Короче он это Лукаш самый Подозреваемый получается По их мнению Давай ему признаемся Я не прясть Но скажи мне, что ты делаешь Наверное, ничего Я здесь в монастыре looking for a thief Он был в руке Он был в руке Брянет на Нойхов Студ Вы не говорите И кто ты Это не важно Это не важно Почему ты мне это А что вы хотите Мне Может быть, ты можешь помочь найти его The missing thief If I knew anything I'd tell you But I suppose It must be one of the novices I've only recently Heard about the Нойхов incident And all the other brethren Have been here much longer than that I know Aside from me There are only four novices But still I don't know which one he could be Three? Please Leave me out of it And you're right That it could be any one of them No one knows anything about Lukas Сискин might be a lot of things But a monk isn't one of them And Yodok is a fly He is one of them who is the only one who is behind that massacre and actually he told me that he was He is all despised a fly He is a mess and he was there and how did he do that And he was And he Продолжение следует... 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 нет понятно убей другого послушника не обязательно раздобуть кровь раздобуть ключи признал что он святош теперь нужно решить что с ним делать антонио святош но я решил не убивать его однако это означает что один из послушников должен умереть это единственный выход разбойники узнает об убийстве монастыре и поверит что я убил святош чтобы помочь антонио убежать мне понадобится кровь мне нужно изобразить убийство можно писать кровь список продуктов заказано к следующему дню дождаться утра и забрать ее не так-то просто выбраться из монастыря нет понадобится ключи от дверей или по крайней мере отмычки отмычки есть у брата келлари а если я хочу раздобыть ключи придется украсть приора блин вот здесь этот кражей эти распорядок дня чем дал против всех шансов так нет варс календалу дал и противояди зачем-то работа в траперзной 8 утра на 7 брата у него ласа двенадцать дней работы библиотеки ага я понял сейчас время сколько там давай ждем тогда иди на утреннее послушание бадись к пробству не лас вот брат не лас я пропст отвечает за собственность монастыря и за торговлю с внешним миром оставляя списки отсылаю их ага 2 сладами петушок ах ты петушок ах ты петушок так как Лаборатория кстати А че даром для петушка надо, он от меня отстал Отрава, тяжести в животе, собачьи щетины, петушок Спиритус, 1 валерьяна, 2 мяты 2 валерьяны, 4 мяты мне надо, да? 2 валерьяны, 4 мяты 2 валерьяны, 4 мяты Слушай, я ж могу отсюда натырить еще Типа зачем мне Вставлять правильно? Правильно На будущее Наберу сейчас, вдруг буду качать алхимию Опять штучек 4 у них 4 у них Тебе понадобится спиртное, горсть валерьяны и 2 горсти мяты Измельчи мяту Кипяти мяту в течение одного оборота Добавь валерьяну кипяти в течение двух оборотов Дистиллируй Корси Недак измельчим Понял Погнали Деугольничай, да? Тебе понадобится спиртное Есть Что там дальше? Измельчить мяту Там надо было Да, измельчить мяту Тебе М ambition Да, отлично Маль Тебе не А Я Тебе Тебе Кипятить, в течение одного оборота, а ну все, можно выбрасывать, получается. Кипятить, в течение одного оборота, инфлятор, где она здесь. Лог, зубок какой-то, мехи, мехи, а наи мехи. Один оборот, добавь валерьяну и кипяти, в течение двух оборотов. Я, кстати, случайно мяты одну штучку всего добавил. Походу сейчас неправильно будет, я забыл, что там две мяты надо. Ну ладно, пофиг, я еще раз сделаю. Не двух оборотов, а потом дистиллирую, давай, погнали. Оп, разок есть. Еще разок. Ну а че, нельзя дистиллировать типа? Как дистиллятор-то заюзать? Очистить? Ой, я все убрал. Болван. Ладно, сначала. Наверное, дистиллировать нельзя, потому что я мяты. Мало получается, да? Добавил. Добавил. Малерьяны. Мята. Так, давай, погнали. Так, две мяты же там, да? Да. Включим мяту. Сюда. Мяту. Сюда. Измельчаем. Измельчаем. оборот получается валерьяну потом добавить в течение двух оборотов кипятить в сентябре мне все равно почему не могу дистиллятор использовать ничего не так понимаю пусть тот кого и стилируй автоготовка работает пока а 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 Ну блин, слушай, я тоже самое делаю, но у меня почему-то всё равно не работает, нельзя использовать дистиллятор, а почему нельзя использовать, что-то я не понимаю вообще, вроде всё так сделал. Нужна кровь показать. О, вот он где, я всё вписал? Да, я вписал, всё куда привезут кровь. Можно им сказать, что у меня не получается, я даун? Завтра выйдет лучше, да, да, возможно. Так, кровь, да, мне надо получается до завтра подождать, до утра. Так, ключи от двери или по крайней мере отмычки, отмычки есть у брата Келлари. А где он? Где мне найти брата Келлари? Давай так. Ничего не показывает здесь. Ой. Здесь что-то есть интересное. О-о-о-о. О-о-о. 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 Если он там на еду обменивает, надо будет всё это отдать ему. Здесь какое-то задание. Выясни, что происходит в погребах. О-о-о. 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 О-о-ое. О-о-о. 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 во вот она где он пройдут от киллари вот он Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Угу, загрозить надо было. Осталась пара отмычек отмычки. Спасибо за просмотр! Отмычки! Вообще не проблема, у меня уже есть. Давай 4 штуки. Лук, морковь. И диска. Нифига ему там надо. Что так много-то? Ну офигеть! Вот так. Даже так он не дает вообще. У меня вообще никак нет, у тебя не хватает денег. Блин, это сколько мне жрачки ему надо принести. Принеси мне что-нибудь перекусить, говорит. Пойдем, красьте жрачку. Что я могу искать? Я то думал здесь как бы немножко ему надо. Надо тут вообще хереть сколько ему надо. Рогалики, все, сыр весь, хлеб весь. Диску всю. Лук, редиска, репа. Это самое, это тоже. Так, капусту, лук, медовуху, морковь, редиску, репу. О, форель две штуки. Все, получается. Где он теперь, будем меня искать? Охмаляв, уставщик. Уставщик увидел. Брэд Невелес сказал, что ты не закончил твои работы в хербуке. У меня есть остальные отношения, которые должны быть обратно. Это никогда не случится снова. Брэд, извиняюсь. Но это твоя первая уважка. Не... Что ты делаешь здесь? Ты должен не работать... Ты прав, брат. Это твоя вторая уважка. Какое второе предупреждение? Я первый раз ему попался, блин. Где мне найти этого болвана? Вот он. Что это, брат? Одна отмечка семнадцать. Правильно? Реально не хватит. Ну... Блядь. Вот это приколы, конечно. Я вообще всё отдал. А, получилось. А, получилось. Это достаточно? Это будет больше. Что с этим? Раздобыл. Я знал, что мы пришли к... Так... Так... Итого... У меня... Есть куча травы какой-то вонючий. Один грош целый. Одна отмычка, которую я кое-как купил. Так... Мне дальше нужно. Не надо. Что-то тоже мне не надо в погребах, чтобы происходит. Не делать ничего. Так... Ну мне кровь надо раздобыть осталось, получается. Да? Правильно? Ну тогда подождём сейчас до... До скольки там дальше? Двенадцать, получается? Да, работаю в библиотеке. До двенадцати. И потом там до восемь... А! Я уже... Уже время двенадцати, получается. Я и так работаю в библиотеке, по сути. Дескрипторики Кириллу, брату библиотекарю. Кирилл. А где он? Блин, я не помню где он. Это уставщик? Да, это уставщик. У них нельзя бегать, я так понял. Э, вот здесь не скриптория, собственно. Вот он. Брат библиотекарь. Не то. Монах. 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 Эта книга должна быть в том шкафу. Нет, все-таки это вот это он. А, Грегор, говори мне. Грегор, я пришел трудиться. Грегор. 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 Это, наверное, первое время, что ты это делал в твоей жизни. Но это легче, чем ты думаешь. Просто немного практикуйся. Вот это оригинал. И вот это оригинал. Венди. Венди. Нет, Уэн. Уэн да. да вот в начале или венди все таки нихера не понятно больше похоже на венди все таки первое слово на уэнда вот а вот дальше аукторит татэм похоже клау клау дэнди да вот это наверное рамос уткве и тэр и тэр ну уткве там не тэр ну уткве один рамос рамос точно уткве отдельно уткве ты ри ри норум афектум это наверное ничего правильно сделал покорябал что то проверим правильно нет дай работу для тех не простите вообще читать умеешь блин все на короче дальше погнали там дальше у нас по порядку теперь ждать до 16 дневной молитвы получается до 16 ждем дневную молитву вон туда помню да вон они молятся уже что там дальше делать 6 вечерняя общая трапеза 6 вечера может поесть 7 свободное время 9 понял кому до 6 чихнуть хотел не вышло боли ну дневная дневная ночь на заключение Меня выгнали Я дебил, она как-то здесь стоит, а не внизу Ой, господи Я гений просто Подстроили, да, значит А я бегаю ищу, где он, где он Паникую здесь, бегаю В общем, да, я там уже дня три, наверное, там и в заключении посидел, где я только не был Естественно, я это все вырежу Бесполезную трату времени вот этого Просто здесь бегаю, у меня уже голова болит просто Вот это все переживать вот этот каждый день Одно и то же вот эти молитвы, не молитвы Я не знаю, как люди в то время были, это вообще ужас И вот здесь, где ты вырежал моё жизненное тело Фига, он спрыгнул Отлично Не-не-не-не-не-не-не Фух, я успел к ним подойти Каждый пойдет своей дорогой Забери свои вещи Ну, я не могу просто оставить тебя, ты криминал Что ты думаешь? Ты действительно помогла мне избежать, чтобы вырежать меня? Я действительно извиняюсь Но ты был там в Нойхове, и ты был важен Я беру тебя к Бейлифу Крего, ты не можешь быть серьезным Я думал, что я не буду ехать куда-то Я бы хотела уметь, чем потерять свою свободу Транжик спокойно пошел просто Отлично Я вещи-то не забрал, куда я полетел Мне надо будет обратно бежать Вещи забирать, прикольно Короче, да, я его предал, все-таки сдал Эрихтаржу, Рацику Так как и обещал Ну, отлично Не скажу, что это было легко Но поначалу было интересно Вот это все Плюс там есть дополнительные квесты в монастыре Вот если Облюдать этот вонючий режим, который там есть И делать квесты Вот типа там страницы найти Узнать, кто там ворует с подвала и прочее Это интересно, да Но если ты вот чисто сюжетка проходишь Это прям очень напряжен Плюс он про почивальню говорит Я думаю, это в нижней комнате О, мне еще и вещи привезут Так, шикарно Ага, ты вот застрял, брат Немножко Немножко Жеребий брошен до ныне началось О, мои вещи сразу вернулись Отлично Энергия нужна сытость Есть 17 тысяч Кошелек Манфорда Кошелек Планная суть Набор броник Заюзаем Набор портного Заюзаем Что происходит в погребах Ну, естественно, я все провалю Потому что мне это не надо Дорогая драка Тащие друзья А мне, кстати, он отдал вообще Кость-то я Задание Он мне кости не отдал Как-нибудь Доказать им, что я Убил его Вот Принеси раз, Бенни Погадай, что ты выполнил задание Как? Вон он, да? Да, вон он Стражник Замкнуть Ой, нет Сиди в жопу Я понял, короче У него я ее забрать не могу Его не обокрал Он ничего вообще Никак Не забрал Никакую Кость Ну, ладно Ну, суть Поехали Наконец-то Выброс Из-за этого Вонючего монастыря Это было не сложно Но это было муторно На самом деле Уж голова заболела Вот каждый раз переживать Одно и то же Вот это Селье варить Прям вот Вообще Муть какая-то Почему скрыть замок У меня там Моя это Там А-а-а Да, я гений Я опять не туда, да? Нет, туда Это вообще Загон для свиньи Это моя комната По сути Но К сожалению Крюшки тоже Ладно Будем спать В другом месте Спать где-нибудь Снаружи Отлично Как раз Так, значит На этом Мы закончим Наверное Да не наверное А точно В следующей серии Мы уже ближе К Сазаве Поедем Да Поедем к Сазаве То есть Продолжим То что нам Там надо будет сделать Рочитаемся Перед бандитами Которым заключили Сделку Что мы типа Убили его И естественно Только я не знаю Как мы это докажем Потому что Костя Я не взял Будет Интересно Кстати посмотреть Что на этом Либо они так поверят На слово Я не знаю В общем как это будет Вот и посмотрим Как раз А пока что На этом все Всем кто смотрел Спасибо Ставим лайки Подписываемся Пишем комментарии Где что неправильно Сделал А сделал я там Очень много неправильно Поэтому Не волнуйтесь Вам будет Что обсудить Если хотите Еще раз Всем кто смотрел Спасибо До Следующего воскресенья В воскресенье Будет следующая серия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok